Участие в программах развития ООН «Зеленые города», подписание соглашения мэров в области климата и как результат появления в Новополоске велодорожки зоны для велосипедистов в городском парке, а также парковок для двухколесного транспорта в общественных местах. Велодвижение набирает обороты с каждым годом. Подтверждение число участников городского велопробега. В нынешнем году цифра выросла до тысячи. Велодвижение – это, конечно же, один из элементов устойчивой мобильности в сфере транспорта. Это экологичный вид транспорта, это здоровый образ жизни, это хорошее настроение. Поэтому, безусловно, очень радостно от того, что каждый год на наших уже традиционных велопробегах принимает все больше и больше участие новополучан. На велопробег всей семьей для многих спортивное мероприятие уже стало доброй традицией. Однако здесь немало и тех, кто будет следовать в колонии впервые. Примечательно, что возраст участников не ограничен. С настроением хорошим, погода хорошая. Сын очень хочет, поэтому поедем. Наверное, справлюсь. Марафон пробежал, на велосипеде проедет. Участвуем второй раз. Первый раз было осенью. Нам очень понравилось. Тоже ехали всей семьей. Все остались довольны. Используете? Да, потому что очень неудобно. Как ты думаешь, преодолеешь дистанцию? Семь километров все-таки знаешь, нет слабочков. Передолею. Передолею. Напутственные слова и участники выстраиваются в колонну. Городская администрация, представители трудовых коллективов, общественных организаций, жители города. Колонна растянулась на несколько сотен метров. Велосипедисты проследовали по улице Молодежной до заводского проезда, а после по улице Якуба Колоса. Финиш в городском парке культуры и отдыха. Таким образом, за плечами велоактивистов семь километров. Мероприятием дан старт велосезона в Новополоске. Юлия Рубцова, Артем Тупаков, Вектор ТВ.